Так. Ну что? Запись идет? Ты что делаешь? Она пустая. Не культурно. Ну а что бы было делать? Уходить-то нельзя. Мне бы дал, я бы поставил. Всем привет, всем привет. Всем привет за канал Миллион Абдулла и канал Крыса. Мы сегодня повспоминаем конец 90-х годах, как мы там жили. Давай это, что-нибудь вспомним. Ты, кстати, в 97-м году что там как? В 97-м году я школу заканчивал. О, заканчивалась школа. А я в 97-м году изготовил контрафакт. Какой? Я вспомнил. Ну в общем, потом как-нибудь. Так, хорошее начало. Уже лихая цензура понадобится. Ладно. Не, ну контрафакт иметь в виду слово-то. Контрафактическое. То есть выдуманное. То есть не настоящее. Соответственно никакой ответственности. В смысле подделку подбрать. Почему подделку? У меня в общем-то только настоящее было. То есть без лайбы. Ну тогда это не контрафакт, а тогда это просто изделие, ремесло. Да, я занимался ремеслом. И тут случился кризис в 98-м году. Все, блин. В 98-м году, по-моему, не было. У меня был. А-а-а. Все полетело. Тартарары, какие-то эти все казначейские облигации. Я какие-то там купил. Деньги все пролетели. В общем, мне было настолько весело, что я, блин, понял. Да, с меня финансист никакой. И больше я в это дело не совался. Вру. Совался. Несколько раз. Но это уже была другая история. А вот что у тебя было в 98-м году? У меня в 98-м году я закончил школу. Поступил в военное училище. Не голодал? Нет, точно не голодал. И я не голодал. Из военного училища сбежал. Но меня оттуда, грубо говоря, уже выгонять собирались. Я просто не стал этого дожидаться. И красиво ушел. Красиво ушел. Вот. Да. Потом поступил в политех. Учился там какое-то время. А ты расскажи мелкие бытовые подробности. Вот на чем ты ездил, например? Мелкие бытовые подробности. В 98-м году я... И на мотоцикле, наверное. Не, мотоцикла у меня тогда не было. И машины у меня. Машина у меня появилась в 98-м году. А, уже появилась. Это был кошмарный, абсолютно лютый, зеленый москвич, купленный за 250 долларов. Во-во-во-во-во. Поподробнее. Ведь это же сейчас нынешняя молодежь даже не знает, что такое москвич. Да, это был москвич 2140 SL. О-о-о. Он был гнилой, в жопу вообще был просто вот безбожно. Жопа не мат. Пол там не доваривался? Там и пол был. Там не только пол. Там рессоры в багажнике торчали внутрь багажника. А 250 долларов в 98-м году? Нет, это был убитый абсолютно москвич. Как бы там самое главное, что там был живой двигатель. А, но двигатель-то как раз в машине не главное. Нет, тут двигатель как раз главное. А вот главное-то как раз кузов. Нет, кузов мы заварили. Уже двигатель заварить намного труднее. Но двигатель просто новый. Нет, тогда просто как бы в 98-м году новый двигатель. Это сейчас вот можно пойти и купить двигатель. Тогда самое главное, чтобы был мотор живой. А кузов там заварили железом. Как сейчас помню, там где-то 2000 рублей за это отдали. Вот, я на нем ездил. Москвич был очень интересный. У него в карбюраторе на одном из винтов регулировочных была сорвана резьба. Вот. Вот тебе весело, ты было ездить. А второй был настроен под него. Ну, чтобы хоть как-то ехал. То есть в итоге он жрал 22 литра на сотню. Ух ты ж хорошо. Вот, ездил достаточно бодренько. Когда разогреется, когда не разогреется мотор, не ездил вообще. То есть пока у него мотор холодный, он ехал как конь. Вот. Это был первый, первый. Зато когда он разогрелся. Да, это была моя первая машина. Ну, ведь прошло уже много лет. 16. Прошло много. Ну, так я на нем сейчас и не езжу. Где та машина теперь? Где та машина, я не знаю. На стрелке, наверное, где-нибудь. Ну, может быть, может и нет. Ее у меня купил хороший человек очень. Ему надо было срочно, когда я, как раз, москвич продавал. Человеку было на срачняк надо. Он пришел, купил его у меня как бы и нормально. Понятно. Значит, ты уже в 98 году был лошадный. Ну, да. Как 18 лет, ну, как положено. 18 лет получил права и сел. Понятно. Что же такое спросить-то? Ведь ты помнишь в 98 году? Может, я там что-то упустил? Какие-то ларьков было много. Ларьков было очень много. Со жвачками, сигаретами. И были турецкие товары там какие-то, которые берешь, он сразу в руках. И расширялся. Там и турецкие, и китайские были. Джинсы, которые на дождь растворялись. Там одна молния оставалась. Там много было интересного очень. Это был замечательный период. У меня тогда даже ножа нормального не было. Во. Во. Вот здесь поподробнее. То есть, у тебя какой-то все-таки был. Ну, естественно. Какой? Нет. Первый, самый первый нож, который у меня появился, мне его еще там отец подарил. Это было вообще в босоногом детстве. Мне там что-то было 3 или 4 года. Речь о 98-м году. В 98-м, дай бог памяти. Так. Это я уже школу закончил. Но у меня была выкидуха такая. Под Бильтрам Вилловская сделанная. Не оригинальная Бильтрам, но реплика его. Она до сих пор есть. Как бы у меня там фото в контакте до сих пор есть. Вот. Он до сих пор со мной. Он был у меня как талисман. Я с ним ходил на экзамен. Он удачу приносил. Вот. А потом я себе такую пиковину выточил. Здоровый у меня нож такой был с таким лезвием. Я его сам делал наполовину. Но я купил заготовку. Вот. Вытащил и ручку набрал из кожи. Такое шило было очень прилично. Я его носил сзади на спине. Я ходил в плаще постоянно. Его было не видно. И доставал его. Просто был момент у нас. Сидим там на лекции, по-моему, на культурологии в политехе. Как раз и няшки с задней партой. Там им что-то надо было карандаш заточить. Да. Вот. И тут ты достаешь. Они говорят, да, да, дайте ножик карандаш заточить. Они знают, что у меня ножик всегда есть. Ну, доставим вот такой. На. Вот няшки были в счастье. А люди спрашивают, зачем мы ножи носим. Вот для этого и носим. Только для этого и носим, да. Карандаши точить, да. Так, 98 год. У меня сразу говорили, что у меня никаких оружейных документов тогда не было. То есть нож был откровенно бандитский. Я его носил без всякого этого самого. Ну, просто носил. Срок давности тоже прошел. Прошел. Да, да. Поэтому признаюсь. Срок давности тёк-тёк на весь выток. Так, что же ещё в 98 году было интересного? В 98 году? Когда был Ельцин? Нет, Ельцин уже не был. Нет, он был до 2000 года. Ну, как бы там числился. В 2000, помнишь, он говорил, я устал, я ухожу. Значит, 98 он ещё был? Не помню. Я никогда не интересовался этой темой. Я помню, что он долго-долго-долго был, потом ушел, потом подох. И про Ельцина можно. Нет, значит, мне придётся это всё вырезать. Да, на здоровье. Ты ёбка, ломанай. Ты трой базар, ты мне же резать-то лишний раз. Нет, я говорю культурно, потому что в народе Ельцина вообще называют, как его звали, Ельцин Борис Николаевич. Он звал каши. Вот это вот можно вырезать. Я же так не сказал. Это вот. Да, 98 год. Вот у меня в 98 году первый радиотелефон появился, сотовый. Труба. В 97 даже, в конце 97, как раз начале 98 года, появилась первая моя труба. У меня примерно так даже. Nokia 440. С двойным аккумулятором, она была тяжёлая. Нет, у меня бенефон был. Чуть-то не полкило. У меня был бенефон, там такая антенна была в палец, он Дельта был, телеком-связь. Был здоровый кирпич такой, но он у меня появился. Да-да-да, это же такая бандура, бандура такая. Да, он у меня до сих пор дома лежит. Длинный такой. Сети нету, в которой его можно подключить. Уже и симки-то там уже. А там и не было симки. Там вообще-то вообще всё было по-другому. Там симки не было, как детали. Да. Я помню, что я его с гордостью носил в кармане, чтобы никому не видно было. И так отопырился карман аж прям вот так вот. Зачем, чтобы не видно? Я носил, я его вешал спереди на мотню и ходил. А мне было даже немножко неловко, что вот у меня есть телефоны, а у других-то нету. И тогда я ещё и на такси иногда катался. Круто. Потому что машину мне лень было заводить там. Я знал, что эти все запчасти, я там зароюсь и не выруюсь оттуда. Поэтому решил, что я лучше на такси выездить. А сейчас я езжу. На своих двоих пешочком очень люблю ходить. Вот мне действительно нравится пешком по городу ходить. Ну мне нравится реально. Ну на короткие дистанции. Ну иногда вот я от Невского домой... Пешком так в автово сходить и обратно... Нет, в автово пешком я не хожу. Это далеко. В Купчино. Да. Ну метро очень быстро ездить, без всяких пробок. Нет, метро нормально сядка. Да, да, да. К чему мы об этом обоим? Ты на велосипеде. Что было в 97-м году? Вернее, чего не было в 90-м... Так, откуда эти жесты у меня поганые? В 98-м году. Так, в 98-м году не было пробок. Так и машин не было. Машины были. Мало было машин, мало-мало. Откровенно мало. Я помню, что в 98-м году идешь по дворам, и как-то стоят какие-то машины. А сейчас идешь по дворам, и думаешь, где же место, где машин нет? Я сейчас пытаюсь вспомнить, в каком году я купил Волгу. Волгу? Волгу. У меня после москвича была Волга. По-моему, я купил где-то году в 2000-м. Ну мы же сейчас говорим о 98-м. А, то есть это уже потом... 2000-м это уже следующая серия. Хорошо, это у нас еще одна серия будет. Так, что же еще? А, я помню, как я Новый год встречал... в крутом этом, как называется-то, отеле. Невский Палас. Круто. На последнем этаже был французский шеф-повар. Он приготовил какие-то там слезки, еще какую-то фигню. И вы знаете, и после этого я понял, что все эти дорогие рестораны, все это какая-то туфта. Потому что домашняя еда, приготовленная своими родными, она гораздо вкуснее и лучше. Вот для меня. Для других не знаю как. То есть я не проникся вот этим всем. Для меня это чудо было! Невский Палас, по-моему estaba на Невском, который был. И французский Палар был... А я еще сказал, Невский Павар – Французский Палар? Нет, не Французский Палар, entonces сказал ты Невский Палар. Ну Невский Палар. Но назывался он и так Невский Палар, я, честно, не помню. По-моему, Невский Палар? Сейчас он так называет. Сейчас как-то по-другому условно. Короче, Новый год для французского Павара. Да, и это был такой крутой год, а потом этот кризис и такой контраст, шеф-повар француз, такой новый год, и хоп, кризис. После этого я не очень люблю. Следующий Новый год под мостом, где натуратик, там, да, так это. Ну, не совсем так, конечно же. Но пришлось по височек, так, затянуть. Не, ну, у меня тоже такие периоды были, согласен. Да, то есть такой контраст. Нет, у меня самые шикарные. Я прочувствовал на своей шкуре. Самые шикарные Новые годы, как раз примерно вот в пору студенчества, это были Новые годы, которые я встречал на работе. На работе? Я тогда под... О, я вспомнил, как я встречал на... Блин, ну это совсем было древнее. Так я так скажу. Да, да. Когда подрабатывал в охране, и на новогоднюю смену никто вставать не хотел. Мы все, типа, по домам. Да, да. Вот, а за нее платили дофига. И ты пошел. Я на эту смену вызывался, да, и праздновал прямо там. Я не пьющий. А, там это будет очень весело. Я не пьющий. То есть, я могу находиться на рабочем месте в таком состоянии. У меня там ничего не сгорит. Никто, ничего не... Там был компьютер, на нем была игра в орган. А кто-нибудь еще, кроме тебя, там был? Ну, по инструкции никого не было. На самом деле, ежу понятно, что там кто-то был, кроме меня. Ну, тогда... Милейшее дело, темнота, магазин, много места, есть где потанцевать. И еды много тоже. Ну, да. А, магазин-то не еды. Магазин с едой, но за еду платить, естественно, было надо как бы. Ну, зато не надо денег и еду. Ну, да. Попить захотел, поесть. Там было не особо покрысить, там все было строго. Ну, зато близко взял, тут же и съел. Ну, да. Так, что еще было в 98-м году? Вообще много чего-то там было? Ой, блин, даже сейчас не вспомню. А, были еще кассеты-магнафоны. Были. Причем они были, а вот этих всех флешек не было. Не было. У меня... И кассеты-магнафоны так... Кассеты покупали. Да, слушай, тогда же кассеты везде продавались. Кассеты продавались, а компакт-диск, это было очень круто. Компакт-диск, это была элитная такая. CD-плеер у меня появился где-то, наверное, в году, в 99-м, 2000-м. Мой первый CD-плеер появился на 1988-м году. Чтоб я так жил. Это был советский CD-плеер, который нельзя было открывать. Советский CD-плеер. Советский CD-плеер, я не оговорился. Сделанный в СССР. Так. И вот он открывался, на кнопку какой-то... Иначе он вылетал, и на нем такая царапина. И диск портился. Вот такого я не видал еще советский CD-плеер. Да, я... В 88-м году. Один советский диск стоил тогда 20 рублей. В 88-м году? Ага. Или 6. Вообще круто. Я такого вообще не помню даже, реально. Да, и назывался он Vega, как-то 122, что ли. У меня был плеер Кваза примерно в то же время, с кассетой. Старье такое древнее. И пришлось побегать, чтобы его найти. У меня плеер был кассетный, вот такой вот, на 4 батарейки, на пальчик его. А плеер у меня первый появился в 1987 году. В 87-м году мне было 7 лет, мне было недавно. В 87-м году это был трехпальчиковый плеер. Он так хорошо играл, но у него, зараза, этот шнур был перебит. Я купил его старый с рук, причем за дикие деньги. Но все равно музыку хорошо услышать. Да, что-то мы в 98-м все-таки много не наспоминали. У меня все раньше происходило интересно. Нет, я могу еще вспомнить, что было в 97-м, 98-м году. Давай. Если уж цензура нас не запилит за это. Тогда была так называемая война неформалов. Это были воинственные разборки между субкультурами. Рэперы, рейлеры, металлисты. Рэперы какие-то появились. У нас на Муринском ручье были побоище стенка на стенку регулярно. Без кровавых подробностей, пожалуйста. Они были с кровавыми подробностями. На камеру. Я в них несколько раз даже участвовал. Так что это 97-й был. В 98-м году это уже. Тек, тек, тек. Нет, 97-й год, это круто. У нас на даче там даже какие-то разборки были на эту тему. Ёлки-палки, да даже. Нет, я в разборки никогда не влезал никакие. Мне это было неинтересно. Ну так я жил во имя науки. Во имя каких-то таких светлых идей. Светлого будущего. Да, да, да. А всякие там разборки. Ну так у нас возраст-то разный. В 97-м году мне было 17 лет. Сам это трубой помахать. А, ну когда мне было 17 лет, мы тоже там. Ну это не важно. Мы там пару чего-то делали. Что-то делали. На ушах стояли, блин. Да, ну у нас разность возраста. Поэтому в 98-м году я был взрослый дядька. Александр юноша. Ну а у нас разница, сколько лет 20, да? Ну мне 51 практически. Мне 35. Ну 20. Поменьше. Не 20, 16. 16 лет. Ну так. С каждым годом эта разница будет меньше чувствоваться. Да как меньше? Эпохи просто очень быстро менялись. Вот эти вот года. С того, какой калейдоскоп был событий, этих смен быстрых, да? Что уже люди, жившие немножко раньше-позже, уже как-то будут друг друга меньше понимать. Ну это понятно. Я даже с теми, кому сейчас 20 лет не всегда их понимают. Советские годы, когда вот были годы застоя, там вот 5-10 лет разницы-то никакой нет. 10 лет назад была машина москвичи, через 10 лет была машина москвичи. И тоже машина москвичи, шахули, та же модель, тот же цвет, тот же корбюратор. А сейчас вон как все. Раз-два и уже все по-другому. Ладно, мы уже заболтались. Все, все, все. Давайте заканчивать, уже и солнце ушло. Занавес, занавес. Канал Амельон Абдулла, канал Крыса. Мы повспоминали немножко, что смогли. Да. Всем пока-пока. Сейчас передохнем, еще что-нибудь вспомним. Надо перекусочку сделать. Субтитры сделал DimaTorzok